Всем привет, друзья! С вами я, Бис. Сегодня я вам покажу, что не нужно покупать в Бисфарм симулятор. Да, у меня маленькая прокачка, потому что мне удлили аккаунт. Но доверьтесь, что у меня была хорошая прокачка. Примерно как у этого чувака. Примерно как у него, только в красной пыльце. Итак, первое, что не стоит покупать, это Ханни маска. Она практически бессмысленна. Покупайте либо Бабл маску, либо Файер маску. Второе, не берите Винди первой. Потому что хрен знает, когда вы её выбьете с храма. Купите палку, она будет намного полезнее. Потому что следующий лепесток вы получите ещё не скоро. Для красных я не советую брать Винди за второй лепесток. Лучше взять и пояс, а Винди уже последний. Но вообще она вам не очень, да, и понадобится. Для синих советую вам взять, наверное, Винди второй. Ну и, естественно, палку первой для всех. Потому что это намного выгоднее, как я и говорил во втором совете. Кстати, с начала игры не советую вам идти в белую. Белую уже переходит тогда, у вас уже 50 пчёл, и вы хорошо прокачаны. Очень бессмысленная вещь покупать стингеры в магазине муравьёв. Вот здесь вот. Это очень невыгодно. Что стингеров стоит тысячу тикетов. Это максимально невыгодно. Потратьте эти тикеты либо на покупку пчёл ивентовских. А если у вас уже все ивентовские пчёлы, которые вам нужны, есть, то покупайте стартридки и одаряйте улей. Дальше я вам не собираю покупать золотые яйца. Потому что с них, потому что это буквально просто бесплезная трата тикетов. Да, с них может выпасть семифика, но шанс на это 1%. А одно яйцо стоит 50 тикетов. 50 тикетов это на самом деле немало. То есть 100 яиц будет стоить 5000 тикетов, если я не ошибся. И это на самом деле максимально невыгодно. Также не открывайте старое яйцо в начале игры. Откройте все вот эти вот обычные такие типы одарёнок. И когда у вас останутся только мифики неодарённые, тогда вы его сможете использовать и вы гарантированно выбьете одарённого мифика. Также я вам не советую покупать Паппи Би, потому что на самом деле она практически бесполезная. Конечно, да, есть смысл с вот этого Дифтед Хайв 20% Бонд Фром Тридс. Но всё же мало смысла на самом деле. Итак, ну какие же тогда купить первые ивентусские пчёлы? Сначала покупайте фотонку. Нет, не покупайте Кобальта и Кримсона. Вы, конечно, будете долго копить, но Кобальта и Кримсон это на самом деле не самые полезные пчёлы. После этого я вам советую покупать уже Кобальта и Кримсона. После этого вы можете накопить на Камеби. Но она не за тикеты, поэтому это мы не берём в счёт. Да, Би-Би покупайте, а потом уже Фестивку. Не советую вам Фестивку покупать раньше. Покупайте её последней, потому что ей нужна вроде как прокачка, и на самом деле с неё будет мало смысла своих подарочков. С подарочков вот этих вот на маленьком уровне даже может не выпасть буст медведя или маски. Не советую также покупать Гандропы за тикеты. Да, я так и делал. На самом деле для покупки Камеби вы можете это сделать, но не советую вам это. Также самое важное, что существует в этом мире, не покупайте Ролджальку за 6 тикетов. Это просто грабёж. Ещё не покупайте за тикеты Робобазы. Их даже можно бесплатно получать, как мы видим. Но вот эту, это максимально невыгодно. А на этом всё. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok